Хоба! Привет, с вами доктор Влад. С утра пораньше. Новости. Врачи больницы, которые лечили пострадавших при взрыве реактивной установки, не уведомили о заражении пациентов. Вот так, ребята, у них были пациенты все в радиации, а им ничего не сказали. Доктора поставленного в известность не были. Во всяком случае, это следует из собственных свидетельств. По словам одного из хирургов, у персонала были подозрения о характере поражений, однако прямых указаний о том, что следует применять особые средства защиты при контакте с пострадавшими, не было. Ну да, вот так вот, ребята. Это путинская ракета. О внедрении ракеты глобальной дальности президент Путин говорил в прошлогоднем послании Федеральному собранию. Ну вот она есть, да, это бурый вестник. Дальше. У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин. А это крысиный яд. Химическое вещество с запахом свежескоршенного сена. Вот так, ребята. И сейчас все постное масло уже проверяют по магазинам, не дай бог, там чего как. Кошмар. Глава МИД Польши назвал способ военного сдерживания России. Да, какой способ? Сейчас посмотрим. Размещение американских войск на территории Польши. Правильно. Какой разговор? Только Америка и может сдержать Россию. А вы не знали? В Крыму случайно запустили управляемую ракету. Бжжжжж. Вот это да. Двое солдат там что-то играли во что-то. И опа. Запустили ракету вес 700 килограмм. Ракета снесла ворота в ангаре. Уничтожила по пути аппаратуру. И еще одно изделие 63М. Изделие 63М. Не знаю, что это такое. Ну, вот так вот. Но с них сейчас попытаются... Стоимость каждой уничтоженной ракеты оценится в 18 миллионов 459 тысяч рублей. И с них хотят 45 миллионов... Ой. Да, 45 миллионов хотят с них снять. А где они их возьмут? Два солдата, акробата. Взяли, запустили ракету. Ребята, когда оружия слишком много, да, это всегда опасно. А, инцидент произошел на аэродроме в Сапках. 1 октября 2017 года. Так, ёкал, мэнэ. Почему же только сейчас? 1 октября 2017 года. Ха-ха. Ну, ладно. В Москве мужчина с топором потребовал в банке закрытие кредита. Ну, вот пришел с топором, требовал закрыть его кредит. Отделение на улице Большая, Тульская. Задержали. Передали полиции. С топором. Ну, что, нормально. По-россейски. Космические двигатели могут начать распечатывать на 3D принтере в РФ. О, ребята, я даже читать не хочу. Я даже не хочу читать эту статью. Заголовка хватает. С Навального ряда политиков хотят взыскать компенсацию за простой общественного транспорта в дни протестов. Сколько? Сколько? 13 миллионов. Да, интересно. А то, что Росгвардия их держала, да, это... Не, ничего. Росгвардия же перекрывала все улицы. Хм-хм. Вот с них и сдирайте. Мамы детей, которым для лечения нужны запрещенные в России препараты, написали открытое письмо Путину. Путин будет. Ребенок синеет, выгибается. Судорожная реакция. Йоколы МНН. А какой кошмар вот это все? Вот какая-то мерзость, а? Это ваша заливная рыба под названием Россия. В Москве пройдут акции в поддержку зарегистрированных... Нет, не зарегистрированных кандидатов на предстоящие выборы и так далее. Опять что ли? Сегодня. Комуняки сегодня выходят с акциями. Комуняки. Так, последний герой. Аркадий Бабченко поднимает очень интересную тему. Ну да, ура, пилот посадил кукурузник Жуковского на поле, слезы счастья и так далее. А то, что они летели в захваченный Крым, вот это только... Помните, я вам говорил, в Америке сразу отметили, да? Ну вот и Бабченко тоже отметил. Пользоваться морем, которое отобрали, жить на земле, которую захватили. Да, правильно, всё. Как тогда доктор Лиза, он тоже её, кстати, здесь вспоминает. Тоже они летели, это доктор Лиза, они летели куда? В Сирию, ну и по делам, как говорится. И здесь, ну что же, всё, проехали. Мне только терзают смутные сомнения, ребята, вот зная качество подготовки российских пилотов, да? Мне, ну как, не очень удобно об этом говорить. Сейчас скажут, вот, из Америки каркает, да? Ну, мне кажется, у них там есть какая-то кнопка такая, можно на неё нажать и закрыть глаза. Потому что мне не верить, что такой большой самолёт в совершенно необычной обстановке вдруг они взяли и посадили. Ну ладно, посадили, посадили. За людей, конечно. Ну, опять же, бабчинка есть. Люди-то летели. Куда? Отдыхать в Крым захваченный, правильно? Ладно, всё, закончили с этим. Мне это всё не нравится. Законом разрешено умирать. Кристина Потупчик, общественный деятель. Ну, вот это насчёт лекарства для ребёнка-инвалида, опять 25. А до неё месяц назад была мама Миша Боголюбова, до неё мама Арсения Кононова и так далее, и так далее. Уже в прошлом году это было. Вот. И уже пообещали всё сделать. И ни черта не сделали. Год прошёл и абсолютно ничего не делается. Сколько ещё надо посадить матерей и угробить детей, чтобы решить проблему системно и на законодательном уровне. Угробить. Ещё она тут приводит в пример, что вызывали, вот не было лекарств, вызвали реанимацию, попали в реанимацию и там умерли, потому что заразились внутрибольничными инфекциями. Этого бы можно было избежать, если бы у родителей был доступ к лекарству. Всё правильно. Залез я на ТАСС. А Натасе в КНДР вновь заявили об испытании нового оружия под руководством Ким Чен Ина. Вот тоже друг Путина там испытывает оружие. А что-то Путин ничего не испытывает. А нечего испытывать уже. Всё. Всё закончилось. Всё заржавело. Последний раз вот двое ракет запустили в 2017 году, как я вам говорил. И то так случайно. Так. Залез я на лифт-журнал. Всё. Так. Денег нет, но мы держимся. Интересный способ, да? Воровство денег от МТС. Вы выехали за границу. Выключили телефон. Вам позвонила реклама на ваш российский номер. Звонок ушёл на автоответчик. Та-дам! 200 рублей в минуту за международный роуминг. Так, ребята. Выключайте автоответчик при выезде за границу. Имейте это в виду. Так. Россия никогда не будет процветать. Живущие в ней люди сами хотят быть несчастными. Это тоже, вот предыдущие это, это с пора валить. Смотрите. У россиян есть одна черта менталитета, которая полностью исключает процветание России. Это стремление переложить ответственность за свою жизнь на кого-то другого. У россиян всегда кто-то должен обустроить их жизнь. Царь, Ленин, Сталин, Путин, Навальный, Бог, рептилоиды и прочие. Сами они решать и делать ничего не хотят. У россиян всегда кто-то виноват в их проблемах. Евреи, геи, царизм, коммунизм, либерализм, климат, Путин, Навальный, США, рептилоиды и много других причин. А сами они никакого отношения к происходящему вокруг не имеют и никак на него не влияют. Пассивность, лень, безответственность, всепоглощающая страсть к халяве и любовь ко лжи. Не обманешь, не продашь, не украдёшь, не проживёшь и прочее, прочее, прочее. А ещё безмерная гордость тем, как они умеют терпеть и выживать. При этом полное отсутствие желания достигать и создавать гордость страданиям, но не успехом. Ну, в общем, и так далее. Ребят, вы знаете, что я хочу сказать? Вот я что-то почитал это, у меня так ассоциации бах-бах-бах. Я вспомнил, вот я, ну, когда я учился в школе, там, занимался спортом. Мой брат занимался спортом тоже. Вот, ну, у него спорт был такой, волейбол, ну, спортивные, как сказать, игры, да, волейбол, там, чё у него ещё, хоккей, футбол, да. Вот у него там в столе лежала вот кучка дипломов всяких-то, награждён такой-то, Ячмейников Евгений, та-та-та-та-та-та-та. И никогда у нас, вот, у нас не принято было показывать, что ты такой чемпион. Ну, действительно, он во многих видах спорта, большой теннис ещё, настольный теннис, он такой разносторонний парень. Вот здесь американцы, значит, все эти дипломы в рамочке, все по стенкам в доме, и за это родители хвалят, да. Потом я подрос тоже, но у меня чемпионство другого было, другого рода, там, наблюдение, радионаблюдение, приём, передача, телеграм, тоже я был даже чемпионом области. Вот, и об этом не говорилось в семье, это как бы, ну, вот, это никак, понимаете. Вот, нас родители за это не хвалили никогда. Да, это херунда, дети, да. Вот, в Америке совсем другая жизнь, понимаете. Здесь диплом, ты получил диплом, ты, там, чемпион какой-то, да, ты обязательно в рамочку вешаешь на стенку. Вот, у тебя достижения, тебя за это хвалят, понимаете. А в России, я думаю, до сих пор так и есть, ну, я имею в виду воспитание. И мне даже как-то немножко обидно за это. Ну, ладно, проехали уже, я уже теперь не школьник. Так, ну, что ещё из новостей? И Бузова закрыла Инстаграм. Да пёпо с ней, Бузова. Вот что, ребята, мне сегодня Елена, я сейчас, главное, сижу ещё, собираю информацию, ну, по новостям. И думаю, о, чёрт возьми, у меня сегодня ничего нету. Значит, у меня Антона сегодня нет, Елены сегодня нет, Владимира нет, ну, никого-никого. Вот, та Елена 2, которая на детали играет, тоже уехала. Вот, думаю, один буду отдуваться. Мне черта, вот смотрите, Елена прислала мне ролик. Так, ну, я его публиковать не буду, он совершенно чужой. Ролик называется «Упрощенный переезд в Австралию». Это наша Елена из штата Вашингтон. Говорит, может быть, кому-то будет интересно. И действительно, в Австралии оказывается новая программа Орана по предоставлению работы в штате НСВ Австралия. Посмотрите, я внизу поставлю ссылочку, значит, этот ролик от 9 августа 2019 года. Ну, совсем свежий, можно сказать, да. Посмотрите, если кто-то хочет уехать, да, ссылочка будет стоять. И бах, и ролик сегодня. А ролик сегодня яблоки, сбор ранних яблок. Это наш Владимир. Посмотрите. И всего хорошего. До свидания. Встретимся. У нас 16 градусов. Дождя нету. Ну, у нас ночь вообще. Всего хорошего. Пока. Снимаю еще раз. Это яблоки, собранные с яблонь, сегодня, 16 августа. Это собирала жена. Сорт коричневый. Она собирала с нижних веток. Как видите, много собрала. А там, конечно, еще полно и полно. У меня была более трудная задача. Снимать яблоки со стремянки. Я снимал, в частности, медуне яйцо. Красавцы лежат, а. Красавцы лежат. Мантет, но их немного, но их все собрала. Это вообще красавцы. Любой дорого посмотреть на них. Так. А это мелба. Большой ящик. И вот еще мелба. На сегодня, я думаю, и все. Хватит нам еще кофе избирать. Всего хорошего. До свидания. Ну, красавца.